Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный календарь. Он занимает особое место в истории русского монашества, явившись восстановителем монашеской традиции на Руси. Главным делом его жизни стало возрождение в православии школы старчества. Также в этот день православные вступают в рождественский пост. Он установлен для предуготовления христиан к светлому празднику Рождества Христова, очищением себя покаянием, молитвою и постом. Для того, чтобы мы могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и кроме обычных даров и жертв принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его Святому Евангелию. Вторник, 29 ноября, день памяти апостола и евангелиста Матфея. Его жизнь – одно из свидетельств того, что Господь пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Апостол Матфей, именуемый также Левием, брат апостола Иакова Алфеева, был начальником мытарей, сборщиком податей для Рима. Соплеменники презирали и чуждались его, как и всех ему подобных. Говориться, сборщиком податей считалось грехом – общаться с ним осквернением. И вот Господь остановил свой взор на одном из презренных мытарей и сказал ему «Иди за мной». Вскоре Матфей, оставив все свое достояние, пошел за Христом и, как верный ученик своего учителя, никогда не отлучался от него. По вознесении Христовом и сошествии Святого Духа на апостолов, он проповедовал в Иерусалиме и его окрестностях. А затем обошел с проповедью Македонию, Сирию, Персию, Парфию, Мидию и всю Эфиопию, где закончил свое апостольское служение мученической кончиной на костре в 60-м году. В среду 30 ноября Святая Церковь молитвенно отмечает День памяти преподобного Никона Радонежского, ближайшего ученика и соработника преподобного Сергия Радонежского, его преемника в деле созидания Троицы Сергиевой обители. На долю этого угодника Божия, жившего на рубеже 14-15 веков и ставшего третьим игуменом Свято-Троицкого монастыря, выпал тяжелый период, когда обитель, созданная преподобным Аввой Сергием, была разрушена во время татарских набегов. Заново отстраивая обитель, 18 июля 1422 года преподобный Никон с братьей обрел нетленные мощи своего духовного отца преподобного Сергия Радонежского. Накануне блаженной кончины Господь в откровении указал ему место будущего упокоения вместе с преподобным Сергием. Причастившись к святых христовых тайн, преподобный Никон дал братья и последнее наставление и благословение и сказал «Пойди, душе моя, туда, где тебе уготовано пребывать. Пойди с радостью, Христос зовет тебя». В пятницу 2 декабря церковь воспоминает святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Яркий проповедник, богослов и духовный писатель, этот чудотворец своего времени был наделен от Господа высоким даром премудрости и рассуждения. Также он заслуженно считался одним из самых образованных иерархов Русской Православной Церкви. По свидетельству своих соплеменников, святитель Филарет был исполнен благородства, не светского мирского, но благородства христианского, основу которого составляли искренность, смиренное представление о себе и готовность в любой момент склониться перед высшей правдой. Митрополит Филарет был ревностным защитником чистоты православия, человеком долга и правды, не боявшимся противиться и царской воле, если эта воля шла вразрез с заповедями христовыми. Божьей милостью святогорская обитель имеет духовную связь со святителем Филаретом в лице святогорских настоятелей. Так преподобный Герман Святогорский не только переписывался со святителем Филаретом Московским, но даже лично с ним встречался. В воскресенье 4 декабря Святая Православная Церковь празднует введение во храм Пресвятой Владычице Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Об этом празднике ничего не говорится в Писании. К нам он пришел из церковного предания. Его можно назвать и детским праздником, ведь по примеру праведных супругов Иоакима и Анны, все христиане обязаны от младенчества посвящать своих детей Господу, воспитывая их в любви к Богу, к его святому храму в духе христианского благочестия. Этот праздник – утешение для верующих родителей и отрада для верующих детей. Назидательный смысл празднуемого церковью события в том, что безусловная праведность жизни супругов является не только залогом Божьего благоволения к ним, но и причиной праведности их детей. Святая Церковь, прославляя в этот праздник Преснодеву Марию, на примере праведных ее родителей Иоакима и Анны, учит нас выполнению благочестивых обетов и стремлению к угождению Богу, а также истинной любви к своим детям, проявляющейся в посвящении их Господу. Субтитры создавал DimaTorzok